Ну, понимаете, я могу соглашаться с мнениями Макаревича, Охиджаковой, еще каких-то людей, которые писали какие-то письма, кто-то не писал, я слышал все это, и на это говорю. Я сам имею свое мнение на все тоже. И мне кажется, больше раздули, что Макаревича прямо так обидели бедного, его прямо так запретили. Он сказал то, что он думал. Во-первых, это ему не возбраняется. Ничего такого постыдного и позорного он не сказал. То, что он был за Украину, ну, может быть, он из своих соображений, что якобы мы переборщили, да, в чем-то. Может быть, переборщили. Понимаете, я был как раз в самое начало разгара конфликта и на Украине, я видел, как закрывались СМИ наши российские, там тоже товарищи постарались, еще как. Поэтому тут говорить о каких-то вещах, я думаю, что человек имеет право на какое-то высказывание. Я, например, могу все что угодно сказать. В эфир, если я считаю, что это плохо, если человека убивают на моих глазах, это несправедливо, правильно? Если стреляют, это плохо. Но, к сожалению, просто и средства массовой информации сегодня не очень объективно себя показывают. И Макаревич, наверное, за это был, что где-то что-то у нас переборщивается. И я думаю, что когда смотришь один из каналов, который все время показывает одно и то же, понимаете, и все вот так прямо плохо, и тут же сразу негативная ситуация возникает. И в то же время кажется, что война по-настоящему идет. Наши вот рядом с нами, да? И там плохо, и здесь плохо. И я думаю, что больше так испугали этого Макаревича. Я не думаю, что он такое прямо что-то страшное сказал. У нас же свободная страна. Ну, как Путин говорит сам, говорите, что умеете. Оскорблять не надо, не надо. И не надо там прямо вот так человека гноить. Ну, что это? Я когда слушаю некие радиостанции, которые у нас аполитично, они какие-то альтернативные всем другим, мне иногда их нравится слушать. Но, с другой стороны, там столько гнилых мнений тоже, понимаете. Я патриот при этом. Я люблю Россию, как бы там ни было. Я считаю, что Макаревич, совершенно к нему нормально отношусь. И ко многим другим тоже. И моя позиция одна. Он имел право это сказать и высказать мнение. Никто его, мне кажется, так особо не гноит. Ничего в этом такого страшного нет. Понимаете, Макаревич уважаемый человек. Я его сам так же люблю, Андрюш. Замечательный артист, замечательный вообще интеллектуальный, интеллигентный, достаточно образованный человек. Поэтому ничего в этом страшного нет. Поэтому артисты должны говорить то, что они думают. Матом не надо ругаться артистам. Не надо быть жлобами. Это тоже, я считаю. Это вот хорошо. И гламур показывать псевдо, ненужный народу. Надо показывать труд артиста, а не показывать Бентли, какие-то машины, совершенно безделушки, к которым настоящий артист никакого отношения не имеет.